ребят всем привет и решил такой необычный видос записать напишите в комментарии вообще нужно такая тема или нет вышла информация точнее вышел видос гайд от вг по компанзору 50 тонн главный приз за ранговые бои мы сейчас вместе с вами посмотрим это видео и параллельно я буду комментировать что мне нравится в этой машине и что не нравится видео просмотрим целиком а там дальше посмотрим так сказать первое впечатление о машине исходя из видео первый раз смотрю поехали вышло буквально две минуты назад танкист с 16 марта в world of tanks стартуя третий сезон ранговых боев этот режим столкнет между собой самых сильных хитрых и умелых игроков в битве за высшую лигу помимо обычных наград за сезон в виде бонов оборудование стилей дней премиум аккаунта серебра и не только лучшие из лучших по итогам всех трех сезонов получат уникальный акционный средний немецкий танк комп панцер 50t только посмотрите на эти линии а какая у него сетка 7 катков и он даже не квадратный ну почти самое время понять что из себя представляет это немецкая вундер вафля как на ней играть и стоит ли за нее бороться кстати по качеству монтажу они делают шикарные видосы прям идеально смотрим по информации итак по порядку танк у нас средний а значит должно быть и мобильный в целом все так но как говорится есть один нюанс максимальная скорость у комп панцира по паспорту 60 километров в час средний характеристик крайне долго то еще фактически средняя скорость колеблется на уровне 50 километров в час да и поворачивается комп панцир немного вальяжно только посмотрите на поворачивается медленнее хомяка и медленнее а не подождите меня что это себе позволяет а позволить он себе может все то же самое что и любой средний танк 9 уровня машина без проблем переезжает с позиции на позицию меняет фланг и не отпускает отступающего противника но не стоит забывать что погоня может начаться и за вами на комп в панцире нужно продумывать свои действия наперед и думать куда можно ехать а откуда есть риск уже не вернуться когда на хвосте висят лт или быстрые средние танки а пути отхода перекрывают пт остается только да ничего уже не остается только груда металлолома но если так получилось что вас в угол загнал не шибко умный враг то нужно играть от брони ну и конечно же так о чем-то я броня мое почтение корпус у кампф панцира просто хэви металл в лд 120 миллиметров которые находятся вот это же 66 градусов на 295 миллиметров приведенной брони и это но мне нравится то что выл дедов как она в образной формы и щучинос вот уровня дальше лучше точнее башня в среднем у нее во лбу находится по 200 миллиметров тевтонской стали иногда даже 250 и башня это оба слабенькая больше что дает просто какие то есть она будет пробиваться я уверен сюда сюда в маску орудия а если по бокам попадать то рикошеты также и слючок запредельные цифры приведенной брони ни один одноклассник среди средних танков не может похвастаться такой броней даже не у всех тяжелых танков есть такие кстати да на девятом уровне ни одного нету танка с бронированной башни и у венами это будет эксклюзив так сказать и миллиметры из этого следует что кампф панцир отлично танкует случайные снаряды в лоб корпуса и не только и еще чтобы хотел обратить посмотрите как он прижат это очень большой плюс извиняюсь что ставлю на паузу но как по мне это важные моменты иногда это броня может стать настоящим спасением в казалось бы безвыходной ситуации в общем танковать можно и нужно главное не наглеть ведь не все так гладко как хотелось бы в нлд например всего сто пятьдесят четыре миллиметра уже приведены это неудивительно что как-то маловато да и борта тоже миллиметрами не блещут их там бровата борта 40 миллиметров под прямым углом то есть если выставлять машину под диким углом буду танковать 40 миллиметров по правилу трех калибров калибры выше 120 буду только пробивать под лепым углом 80 и да в уже приведенном состоянии так что танковать ромбом нужно будет аккуратно вот на видео покажу извимый борт слишком сильно иногда нужно даже пританцовывать проворачивая корпус то вправо то влево это еще больше увеличит шанс рикошета вражеского снаряда а также это может благоприятно сказаться на броне в нлд если она не спрятана конечно с крышей беда но тут у нас продать от арты если вдруг засиделся в кустах не удивляйся фугасу справедливости с пробитием будет проникать очень часто нормально основу машины мы разобрали далее на очереди орудия на кампф панцер установлена почти классическая и привычная всем 105 миллиметров к ей не страшно броня дистанции минус 105 миллиметров не можем пробивать всяких стрв 103 0 и стрв 103 б и рельефы она в моде при любой погоде и всегда наносит урон который кстати составляет 320 единиц за выстрел подкалиберным и кумулятивным снарядом а также 420 фугасным на самом деле это типичный показатель для средних танков 9 уровня здесь ничего удивительного например у т-54 или объекта 430 вариант 2 в обмен на такой разовый урон есть хороший урон в минуту а уж коды т-50 барабан здесь же не того ни другого 2384 базового урона в минуту это чуть меньше чем у остальных средних танков 9 уровня бронепробитие чтобы комфортное орудие было базовый подкалибер пробивает аж 268 миллиметров стали аккумулятивы и вовсе 310 впечатляет правда 310 для 9 уровня в принципе неплохо хотя есть много и стаж которых 320 310 330 пробития не все танки 10 уровня могут таким похвастаться не говоря уже про одноклассников в общем крепких орешков для комп панцира не существует но это не повод думать что пробиваться будет все и всегда сиденья долгое довольно-таки играть нужно аккуратно и от рельефа благо орудие склоняется вниз на целых минус 8 грамм плюс главное помнить что это не минус 10 на самом крутом рельефе увы не поиграть но не увенами с пробитием едины стабилизация тоже хороша она позволяет вообще не сводиться в минуточку внимания стабилизация тоже хорошая показываю стабилизацию движения дины стабилизация тоже хороша вообще не сводится в блясах однако на дистанции все же придется потратить почти две секунды на сведения и поразить цель маленький разброс и высокая скорость полета снаряда позволяет попадать как в крайне быстрая цели так и в любви интересно сомненько дуплев записали очень даже хороша главное использовать ее правильно они стоят в кустах все время кстати о кустах и маскировки она удивите только посмотрите на одежду комп панцира думаете это просто для красоты она очень приземленная должна быть хорошая маскировка не повесили бы маскировочную сеть только ради маскировочной сети она тут как бы невзначай намекает на маскировку вторую на уровне между прочим из всех средних танков девятого уровня незаметней только объект 430 так что если вы получили много урона и хотите сберечь очки прочности для решающей схватки можно и имбовая связка это реально имбовая мне уже нравится машина кусту постоять главное отъехать на 15 метров обзор в 400 метров позволит легко высветить и уничтожить врага если он ошивается где-то поблизости и прячьте за кустом весь танк выгляните хоть одной габаритной точкой и все штирлиц близок к провалу но и это не все все характеристики танка можно улучшить оборудованием и перками к экипажу ставим досылатель просветленную оптику и стабилизатор вертикальный неужели они приводы наводки не поставили аллилое и наводки про перки к экипажу долго говорить не будем они перед вами на выходе получаем обзор более 445 метров все излишки уйдут в уменьшение бонуса к маскировке в вражеских танков а также уже более-менее нормальный урон в минуту 2700 куда лучше чем 2380 играть со всем этим станет еще комфортней самых умелых руках кампф панцир и вовсе будет самым настоящим потрошителем рандома резюмируя всю имеющуюся информацию мы имеем эталонного универсального солдата который будет ну давайте по итогам пройдемся довольно таки хорошая стэшка который имеет лучше одну из лучших маскировок на уровне стоковый обзор 400 метров приземленные габариты бронированную башню также имеет неплохой усредненный дпм и пробитие основными снарядами плюс пробить плюс пробитие голдовыми снарядами в 310 кумулятивов что довольно таки тоже неплохо мне машина понравилось потому что я услышал принципе неплохо рад будем потеть ребят 16 числа стартует ранговые бои после окончания поедем с вами и также от меня выйдет видосик о первом впечатлении на данный танк всем спасибо за внимание надеюсь напишите реально нужен ли такой формат что вы думаете о нем а там посмотрим давайте